Мало того, что я битый час пытался найти один параметр, так у меня еще и при записи видеоролика винда упала в синий экран. Класс! Привет всем, с вами Кальян. Меня тут попросили рассказать о экстерьерах. Я подумал и решил, что почему бы и нет, раз уж я рассказывал про внутренние ячейки, почему бы не рассказать про внешние. И, собственно, перед тем, как непосредственно приступить к рассказу, хотелось бы сделать такое отступление, ну, скажем, прояснить. На мой взгляд, ну, стоит делать разницу между ландшафтами и пейзажами в чистом виде и разделять закрытые миры от них. То есть я имею в виду, что существует два вида внешних ячеек, скажем так. Первый вид — это все то, что окружает города. Это то, где находится Ривервуд. Это сам Скайлин, грубо говоря. На территории вот этого вот как раз ландшафта располагаются города. Эти города как раз и являются мирами. Это такое закрытое место, в котором можно напихать кучу всяческих объектов и предметов. Тут уже, знаете, на ваш выбор. Совенгард сделан по такому же принципу. Не знаю, Дрожащие острова из Обливина были также сделаны по такому же принципу. Ну, я имею в виду, что это закрытое место, попасть в которое можно либо через дверь специальную, либо там через какую-то магию или телепорт или еще что-то такое. Не знаю, через скрипт, например. Собственно, сейчас я хотел бы рассказать непосредственно о ландшафтах. То есть о том, что окружает города, скажем так. Перед этим, для начала, давайте перейдем на вкладку объектов. Точнее, на вкладку этих ячеек. И выберем здесь Тамриэль. Где-то он с самого низу должен быть. Вот он. Тамриэль. Именно здесь как раз располагаются, в этом мировом пространстве, все нужные нам ячейки. Я подумал и решил, что, знаете, я буду экспериментировать в Вайтране, и поэтому сейчас я найду Вайтран. Это не значит, что вы должны только в Вайтране работать. Просто мне удобнее там, чтобы потом вам показать пример. Вот. Я загружаю Вайтран. Здесь как раз будет находиться мой плацдарм для экспериментов, скажем так. Отматываем колесом назад подальше. Не обращаем внимания на всяческие ошибки. И не смотрим на эти всякие маркеры. Слегка повернем камеру. И я сейчас скажу, что вам стоит настроить окно рендера. Ну, чтобы тут не было ненужных вещей. Для начала в пустом месте ткните правой клавишей. Появится окно. Откройте свойства вот эти вот. Рендер. Перейдите на вкладку лоды. Вот они. И поставьте вот здесь вот галочку. Потому что если у вас этой галочки нет, то окно рендера выглядит у вас примерно вот так. Ну, примерно. А с включенной галкой все, видите, прорисовывается. Apply, Close. Далее. Если вы работаете непосредственно вот в этой области, то... вообще в этой области. Тут есть всяческие боксы, которые, в принципе, нужно будет где-то разместить где-нибудь и здесь, если у вас будет дом. Но об этом в другой раз. Просто, чтобы они вам не мешали, если вы где-то здесь хотите поработать, в View, вместить маркер, и кажется, что все пропало. Ну, по-моему, по крайней мере... Уйди ты, а. Вот как-то так. В любом случае, сейчас это не столь важно, просто я решил обносить на это внимание. Я тут определился с местом и решил, что буду строить свой домик, ну, скажем, где-нибудь здесь. Вот, видите? Буквально рядом с White Run. Боксы какие-то тут виднеются. Неважно. Тут травка так шевелится, такой небольшой склон. И... Сделаем следующее. Нажмите кнопку H на клавиатуре. Это буквка R, если что русская. Или же вы можете нажать вот сюда. Вот на это. Откроется здесь. Или же вы можете открыть мир и выбрать Landscape Editing. То же самое. Откроется вот такое вот поле. Это... Упс, это моя шпора. Откроется вот такое вот поле. Соответственно, начнем сверху. Что мы видим здесь? Мы видим тут с... Даже не так там назвать. В общем, мы видим цифру 5 рядом со словами Edit Radius. 5 это мой радиус вот этого вот красного круга. Как вот красная окружность. Плохо видно его. И ее точнее. Ну, в общем, вот. Если я сделаю здесь не 5, а 15, радиус станет больше. Я сейчас попробую найти его. Вот. Слишком низко, что ли? А, вот он. Вот. Видите, большой. Даже теряется в ландшафте. Очень большой. Слишком крупно. Не надо. Оставьте 5. Далее. Если вы возьмете, скажем, отметите... Хотя нет. Чуть-чуть попозже. Отметьте галочкой Drawing Mode. И здесь непосредственно произошло включение функции изменения ландшафта, скажем так. Если вы ничего иметь не будете, я имею в виду, все как есть, если вы нажмете левую клавишу мыши, то увидите, что у вас вот под этим радиусом активно поднимается ландшафт. Наверх. Можно прям тут горы лепить целые. Если же вы отмесите вместо Delta перенесете свое значение на Rise to Die, то это все будет подниматься более решительно. Знаете, такой агрессивный, я бы сказал. Кстати. Вот так вот как-то лучше будет. С другой стороны, можно это все опустить, но опускать так можно долго. Конечно, можно, так как видите, да, я тут так же пытаюсь, но это долго не очень удобно. Здесь нам помогают верхние кнопки. Мы сделаем следующее. Уберем галочку здесь и отметим галочку на первом пункте. Первое значение Flatten Verticals, не знаю, не важно. Вершины, в общем. Flatten. Это грубое выравнивание. Видите, одно нажатие и все стало красивым, гладким. Ну, в принципе, да. Неплохая штука. Выравнивает все относительно того места, где вы водите. Можно, конечно, на нижнюю. Видите, дикое выравнивание. Не самый удачный вариант, на мой взгляд. Но если вы возьмете Soft, то вы выровняете все относительно какого-то другого участка. То есть, как вы видите, я сейчас все выровняю. Оп, оп, оп. Видите, даже трава появилась. Но не всегда так удобно. Можно, конечно, так делать, но... О, тут еще можно довести. У нас, кстати, пропала дорога. Поэтому мы вернемся в Drawing Mode и опустим наши земли, чтобы можно было увидеть дорожку. Вот она, она нужна. все-таки дорога в White Run, все дела. Ну, предположим, что вот так вы сделали, сделали как вам надо. У вас трава висит в воздухе, какие-то непонятные текстуры земли, и вас это не устраивает. Все просто, все очень просто. Мы переходим к нижнему полю. Здесь все текстуры, которые доступны. Скальные, снежные, травы, не знаю, пещеры, все что угодно. Здесь рядом Preview, а это значение прозрачности. Ну, то есть в процентах либо непрозрачное, либо прозрачное. Ну, это для нанесения текстуры на поверхность. Я подумал для себя и решил выбрать вот Forest Dirt с травой Grass. Тут тоже все очень просто. Вот нажмем правую клавишу и просто вводим. Но возникают сложности. Смотрите, видите, видите, тут я рисую и тут становится черным все. Что такое? Это можно исправить. Отмотаем те назад, чтобы увидеть получше. И если я нажму кнопку B, появится вот такая вот сетка. Это ячейки, грубо говоря. Их тут очень много, но я обращаю внимание на раз, два, три, четыре. Четыре ячеечки. Они, конечно, очень красивые, но тут есть черные места. Черные текстуры возникают тогда, когда у вас на какой-то одной территории, на территории одного квадрата, это квадрат, если что, в одном участке сосредоточено больше, чем семь текстур. Как это определить? Легко. Нажмите кнопку I или же SH. Откроется вот такое вот поле. Это квадраты. Раз, два, три, четыре. Соответственно, первый, второй, третий, четвертый. Раз, два, три, четыре. Видите, тут есть поле запасное, а здесь уже все забито текстурами. Все очень просто. Выделяем текстуру, нажимаем Delete. как видите, все пропало. Нажимаем еще раз и все снова пропало. И заодно здесь уберем избавить от лишних участков, скажем так. Переходим на соседнее. Отметили, нажали I, нашли лишнее. Все. Вполне достаточно. И закрыли. Перешли вот сюда, нажали снова I, снова нашли лишнее и убрали. А, и вот сюда заодно тоже для коллекции поправим, уберем ненужные куски. Все. Все очень просто. Как видите, все стало красиво. Только тут, наверное, стоит нанести чуть-чуть. Вот так вот. Я бы подправил себе. Здесь нету. А здесь я уберу тундру. Тундру раз и тундру два. Красиво, не правда ли? На этом, наверное, можно закончить с ландшафтами. Ну, то есть, есть еще, конечно, вот эти поля, но о них я говорить не буду. Считайте, что их нет, потому что я не пользуюсь этим режимом. Он необходим для окраски вершин на карте высот. То есть, тут можно, конечно, что-то красить, но это... Нам это не надо, знаете. Просто забудьте об этом, считайте, что этого банально нет. То есть, все. Вернемся в этот режим. Грубо говоря, здесь всего три режима. режим изменения высоты, режим покраски текстур и режим с цветом вершин. Ниже не можем не трогать. Итак, мы сделали, что хотели. Мы же сделали, что хотели, да? Но тут есть сложность, да? Как вы видите, тут... Сейчас я попробую ниже опуститься. Текстуры наложены, но трава висит в воздухе. Конечно, не сильно видно, но вообще она висит в воздухе. Вот, виднеется. А нам надо... И вообще нам нужно больше травы. Для этого в редакторе сделано следующее. Необходимо выбрать текстуру с травой и прокрасить всю нужную территорию. Таким образом, выглядит примерно так. Вот мой участок, моя текстура, которую я выбрал. Grass. Специально я наношу ее правой клавишей вот на этом поле. Видите, тут уже нанесено. Запомнили, да? Рядом с деревьями я наношу точно такую же текстуру, но с приставкой No Grass. Вот она будет вот здесь вот находиться. И заодно чуточку выше я провожу специально лишней текстурой, которая No Grass, чтобы было черное поле. Вот три участка с травой, без травы и с черными текстурами. Чуть позже это все вы увидите в игре. Ну и напоследок завершаем, наверное, работу с ландшафтом. Это очень просто, все на самом деле. Единственное, что да, кропотливая работа, выравнивать, учитывать эти текстуры, их количество, да. Напоминаю, кнопка B, чтобы включить линии, кнопка I, чтобы в режиме включенного редактора увидеть вот такую вот штуку. и так, на этом с ландшафтами наверное все. Могу лишь сказать, что не стесняйтесь теперь выбирать любой дом. Пусть будет этот дом. Оп, и ставить его вот сюда. Ну и поставим дом. Опустим его. Просто домик, нам же не важно в конце концов, как он привязан к земле. сейчас, не важно. Хотя, нет, знаете, даже все-таки придержим каких-то правил. Опустим дом пониже. Вот он стоит теперь в земле, тут есть дверца, но нас пока дверца не интересует. Просто дом. На территории, где много-много травы. Здесь травы нет, а тут тут увидим. На этом все непосредственно с самым редактором. Так что спасибо за внимание. О мерах я расскажу чуточку попозже. И давайте перейдем в игру. Итак, я в Вайтране. И далее просто смотрите, как я бегаю, потому что вы увидите как раз участок с травой, участок без травы и черной текстурки. Удачи! на этом все. С вами был Кальян. До скорой встречи, удачи-удачи, а я пойду поищу дракона. Мне надо его убить, пока стрела в колено не попало.